Вернусь домой просто, поэтому ориентируемся на 9. Слушайте, может быть это и оно. Как мне узнать, кто играет? Ну, РВ, скорее всего, кто-то из... РВ это клан инфи. Слушайте, это оно. Ребят, это оно. Это оно же, да? Это первый матч. Лин против инфи, просто инфи за рандом. Попался за орков, правильно? А давайте попробуем понять, кто из них кто, учитывая то, что никнеймы не отображаются. Вы можете по стилю определить, кто играет у нас за грантов, а кто за хэдхантеров по стилю? Красный инфи. Ну, кстати, китайцы очень любят красный цвет. А у Кореи, как бы, во флаге есть и красный, и синий, поэтому могут за синих играть. А у китайцев только инфи за орков. А, инфи за орков играет. Ага, хорошо. О, так проще стало, спасибо большое. Так, а если мы по иероглифам в этой посмотрим? Тут есть... Блин. Ладно. Погнали. Ну, это точно они, видите. Тут и апсы есть, и первый матч как раз... Стрелочками, оказывается, громкость можно добавлять. Тихо, тихо. Прикольный баг. Не трогайте никогда стрелочки. Никогда не трогайте стрелочки. Все, погнали. Смотрим. Это где-то серединка, а низ большой октавы Это как бы Это прям старается, товарищ Такой же зычный, низкий голос у Таурена Качественная озвучка в Warcraft все-таки Так, тут пытается подхарасить, но на самом деле Вот красный, он очень плохо играет При всем уважении к красному, но очень плохо Потому что, ну что это такое? Первый форсир против третьего форсира Уже начинают объедать на территории врага И что? Тут Таурен, конечно, крепится до третьего, окей Приказ И пошел играть на Т3 Здесь Т2 Вторые волки Короче, инфи играет, типа, стандартно Вот если удастся Если удастся здесь разменяться нормально Стомп! Отлично! Таурена еще бы инвул купить Инвул купить, чтобы стомпать нон-стоп Минус грант на одного СХУ, что ли? Ой, на одного Хэтхантера, что ли? Так себе размен был, на самом деле Грант пожирнее, подороже И Хэтхантеров... Ну, правильно сделал, что ты стелепортировался Потому что Хэтхантеров нельзя терять Пока у тебя не доделается грейд на Т3 Я уже сто раз говорил о том Что этот грейд на Берсеркеров с Хэтхантеров Он чуть не самый вообще эффективный Вообще в игре Для подобного рода юнитов Там всякие Берсерки для Грантов Меткость для Арчей Все это... Чакрумы для... Ооо! Чайником попытался добить, но не добил Опыт получил все-таки Форсир Чакрумы для этих, для Котов Это все фигня по сравнению с Берсеркером То есть мало того, что это плюс 50 В скорости атаки При получении дополнительной 50 урона Но для Ранжевика это нормально Это можно как раз вовремя тыкнуть И получить хороший бонус Так еще плюс 100 ХП 100 ХП! У Арчи 260 Себе тут на халяву 100 ХП просто дают Как же адреналин для лингов Если в первом Старкрафте, то да Если в первом Старике, согласен Адреналин для лингов в первом Старкрафте Был значительно круче, чем во втором И значительно круче, чем Фрэнзи для гулей Ну что, намечается буря Таурен врывается Третьего уровня Хороший стомп можно сделать Че ж ты там прям не стомпнул? Ты чего? Ох, вот это хороший стомп Свиток лечения нужно скоро делать Свиток лечения сделал Стомп еще Лови, лови, лови хэдхантеров Зря, зря здесь сражается, пока нет берсеркеров Грейд даже не заказан Еще один стомп Кажется, инфи давит Инфи же какой? Инфи Ориентировочно красный Надо посмотреть Ну все, сейчас очень грубая ошибка Он слил Значительную часть хэдхантеров До появления грейда Сейчас закажет грейд, конечно, в попыхах Аааа, у него леса нет Беда Среднее время на сайте выросло 9 секунд Контретных сегментов, на которые мы смотрели Пока значительной разницы нет А, на сайте среднее время То есть, в общем-то Ну ладно, подождем в любом случае Ну, 9 секунд Если там средняя продолжительность 13 минут, это погрешность вообще Спасибо, Ашанчик, за информацию Вот хочешь как лучше А пользователи ведут себя Странно Выводы рано делать совсем А я уже сделал Па-па-па-па-пам Ловят дракона Убивают И третий СХ Третий СХ Т2 против Т3 Третий СХ очень хорошо под Хатхантер Делают Берсеркера, смотрите Ну это же прекрасно 375 Двухлимитный юнит 475 475 Еще регенерацию сделал, 2 хита в секунду Каждому по кольцу выдает Короче, это имбовый юнит Шамана не отдай, ретаргет Нет Дракон оказался сильнее Ну не похоже это на Лина на самом деле А, АПМ же подрубить, реально Так, нет, красный это Красный это Лин Красный Красный это Лин Ну по ПМ у Лин Лин не кликает меньше 350 Труша Таура Куда пойдем? Доди ДО, говорит О, Михаил, сижу готовлю документы всячески А ты тут, Варик Успех Есть Хорошего тебе дня Настроения Я буду на фоне тут Бла-бла-бла А тут идет Мастерс Лига Инвитейшнл Номер 3 И Фоги играют, и корейцы, и китайцы, и призовой там 12 с половиной вроде. Ну, короче, играют все. Как танцуют, только играют все. Первый матч это Инфи, который за рандом против Лина, который за орков. Лин, похоже, по АПМу... Ну, тут непонятно, кто есть кто. Нам не пишут. Вот, но... По АПМу, судя... Красный это Лин, а синий это Инфи. Выманил, забрал артефакт. Мана стилинг, мана стилинг. Здесь, оказывается, уже экспант начинает работать. И должен выдвигаться сейчас Инфи в атаку. Забыл только он Берсеркера. Ну, по небрежности, все-таки это скорее Инфи. Синий реально скорее Инфи. По АПМу, по ошибкам. Но по стратегии он как бы стартанул-то очень хорошо. Лучше прокрипился, все дела. А, сейчас будет тоже постановка экспанда. О, это я поставил! Сейчас поставлю! Оп! Видели? Блин, да я не хуже, я не хуже Инфи. О, всегда буду сейчас из шкатулки экспант ставить так. Класс! Инвул пропивай. Я буду прожимать тогда все, я стомпать буду. Сейчас, хопа, и он топает у магазина сразу. Не-не-не-не-не, это маловероятно. Так, ладно. Грейд первый на атаку. Хорошо. В целом, кроме Берсеркеров не хватает Грейда и Кадоя. Потому что Кадой плюс 20% это топчик. Это очень полезный юнит. Даже на Т2 Кадоя делает, а на Т3 Кадоя не делает. Но все упирается в лес. Понимаете? Только-только он накопил. Сейчас дерево пойдет. Ну и сейчас такой тайминг, что строить бестиарий не хочется, потому что тебя... Ну, ты построишь его, Кадоя сделать не успеешь, только деньги потеряешь, а на тебя уже атака идет. Сложный момент. Времени уже нет. Посмотрите. А, на 9 секунд премию, просто надо увеличивать, посмотрите, лучше как-то повлиять на ретеншин Беляков. Ретеншин. О май гадабл. Ретеншин. Это очень хороший метрик. Ну, типа, возвраты. Ну что, погнали. Стомп. Кривой, просто кривущий. А то здесь Таурен врывается тоже с инвулом. Вот это стомп как так стомп. Бладласт. Очень плохо топает синий, а красный топает как царь просто. Телепортируется, перегруппировывается. А где лавка здесь с тебя? Замазочка. 56 лимита на... 76. 56 на 76. Почему так? Не знаю. И контролирует фонтан, понимаете? Контролирует фонтан, контролирует магазин. Не, Лин, конечно, тут выиграет. Я... Ну, он плохо расконтролил здесь, реально. То есть топал сам вообще абы как. Просто абы как. Хоть Пурджем останавливает этого Таурена. Сила. Пури, земли и огня. Свитки перекупили. Свитки перекупили. Опять позиция такая себе. Пытается сплетануться хорошенько. Таурен выходит вперед. Схекс. Стомп уже лучше. Инвул пошел. У-у-у-у. Блад ласт. Ну, там есть диспл, если что. Стомп. Неплохой стомп. Берсеркеры пошли. Ой, Скрул оф зе бист. У-у-у. 25% урона. Таурен должен еще разок стомпнуть. Последний раз. Последний раз. Последняя мана. И магазина не хватает. Капец, как магазина не хватает инфи. Таурен уже без маны. Его убивают очень быстро чайником в форму. Ну, короче, АПМ. АПМ решает, ребят. Как сказал бы Андрей Соболев. Хотя берсеркеры, конечно, уничтожают. Но хватит ли их? Здесь Таурен пятого уровня уже. Ой, сейчас будет больно. Стомп еще. Минус два юнита. Минус три, четыре. Все разваливается у инфи. И ну что, сам виноват. Сам виноват. Надо лучше контролить. Больше кликать. Чаще играть в Варкрафт. Пытается отковыряться за счет вышки. Но это развал. 46 лимита на 68. Таурен мертвый. Здесь Таурен живой. Пытается вышка выстоять. А, еще не построил Кадоя. Тоже это грех. Просто. Не построил Кадоя, получил. Сразу ответочку. Ну, потому что Кадой. Кадой. Уже сто раз я этого Кадоя рекламировал. Даже, ну, ну, ну как. Кадой. Особенно, когда у тебя Т3. Кадой это просто четверть твоей армии. У тебя есть 60 лимита. И есть Кадой, который 4 занимает. Который дает тебе четверть эффективности армии. Четверть, Карл. Четверть. В худшем случае, одну пятую часть. В худшем. Но обычно больше. То есть он еще и жрет, и стреляет, и 20% музыки дает. Ну, вот теперь интересный вопрос. Что было, если инфи пикнул Хуменов? Он очень неактивный товарищ. Такое ощущение, что синий просто лучше контролит на малом лимите. Синий? На малом? А там нечего было особо контролить на старте. Понимаешь, там был один форсир, и все. И он как бы, хоть ты тресни, ты все равно форсиром и двумя волками не сможешь озадачить форсира и хантеров. Ну, то есть волки там отстреливаются очень быстро, и все, а форсир с форсиром перестреливаются. До свидания. То есть ты... Поэтому он и начало проиграл. Там, ну, как бы... Все равно, что там архмак с рифлами, и просто архмак, который пытается подхарасить. Извините, конечно, но... Но нет. 50 лимита. Здесь, скорее всего, уже 70. 70 ровно. И вот от этой атаки уже инфи не отобьется. Я имею в виду, когда отлетел немедленно, кажется, он мог отжать немного... А, да, да. Возможно, да. Просто тыкает. Пиладжа нет, кстати. Пиладж по таймингу? Блин. Может, здесь пиладж? Нет, пиладж не сделал. Ну, пиладж у орков, это как магазин у хуманов. Понимаете? Он делается тогда, когда уже нужен. Давно. Поэтому сначала ты строишь пачку рейдеров и убиваешь вражеский экспант через атаку. А потом заказываешь пиладж за 25-75. Ну, дорого. И негде строить его. Некогда, во-первых, его строить. Ну, что, прошло всего лишь 17 минут игры. А я 17, наверное, загнул. Не знаю, сколько прошло. А если можно посмотреть где-то? 18. Дурачок. В Варкрафте ни хрена не разбираешься. Соответственно, не построить этот, не сделать пиладж. С лесом хоть проблем не было, но где я эти 75 леса тебе возьму? Ну, где? Серьезно. 25 золота, да ладно, еще можно как-то выделить. Поджаться, ужаться там где-то 3 секунды. Не тратить золото. Но лес. Жалко тупо. Ладно. Едем дальше. Сейчас надо убедиться в том, что действительно человеком, который выиграл, оказался Лин. Да. Мы угадали. Мы узнали его из тысячи. По АПМу, по исполнению. Даже несмотря на то, что начало было не за ним. Чат шарит. Молодцы. Ждем начало следующей игры. Ну, пока что на разогреве. Самое интересное, я думаю, будет Moon Sog и Focus Foggy. Focus Foggy по понятным причинам. А Moon — это Moon. Хотя Colorful Fortitude тоже может быть очень интересным. Всем добрый день. У нас плей-офф турнира Masters Invitational номер 3. Азара, привет. Луна будет стабильна сегодня. Луна всегда нестабильна. И призовой действительно 12,5 тысяч баксов. 12,5. Sog в какой форме он хорош бывает? Он сейчас топ-1, топ-2 хуман мира. Sog, Romantic. Ну, Fortitude. Это, наверное, топ-1, топ-2. Наверное. Третьего я забыл еще, товарищ. Что-то реально забыл. Ладно, чатик напомнят. Третья же был еще какой-то. Чаймика. Чай, точно же. Точно. Корейский топовый. Лучший корейский хуман. Хошка еще. Кто сильнее? Sog или император? Не знаю, но учитывая мэчап, я думаю, что... Happy чего уж там поняту. Happy чем могут быть проблемы с орками. Орками и эльфами, я думаю. Хотя он говорит, что с эльфами у него лучше мэчап. Но с корейскими... Ну, с тем же самым Муном всегда проблемы могут быть. Хотя, учитывая нестабильность, я думаю, на дистанции Happy его обыграет. То есть, если это будет бо-5, то свою тему просто гнуть будет Happy и задавит. Let's go, инфи. Беляк. Наварек. Комбэчный говорит, ждите. Приехал. Так, вот же у нас есть уже матч. Появился. Хошка штампанул Костя на одной карте в понедельник. Набирает форму. Так он почти постоянно одну карту отжимает у Хапача в Б5. Последний уже сколько раз. Погич последним играет. Не-не-не, сегодня не только четвертьфинала, сегодня еще два полуфинала. Я не уверен, что буду смотреть. Но... Так, давайте сейчас по цвету у нас получается. Скорее всего, они сохранили таким же макаром цвета. То есть, красный это у нас Лин, который решил сыграть через хедхантеров. А, разные билды, смотрите, разные. А может быть, кстати, это не хедхантеры. Может быть, это просто фастгрейд с вышкой. Нет, это более поздний... Ну, другие хедхантеры. А тут через гранта хедхантеры. То есть, такой барак ставится для того, чтобы успеть сделать одного грунцера. Тяж красный. Инфи, инфи. Инфи. Тэнкс. Тэ-тэ-тэ-тэ-хэйкс. Говорит, Миш, привет, здрасте. Дипс, добрый день. Форсиры. Форсируем. Первый грунцер. А здесь чисто с хедхантеров начнет, судя по таймингу этой... Ну, почти. Но не будет гранта заказывать. А здесь только один будет, да? Похоже. Сто лет не был на ГГ, пришел, а тут Варкрафт с тобой. Прям ностальгия за 2008-го. А ты прям с 2008-го не был? Привет. Блайчи, говорит. Блин, а где стандарт? Так, орковский Мирор. Во-первых, подняли волков, они плотнее. Подняли хедхантеров, они дальше стреляют. Подняли немножечко... Блин, я забыл. Чайник... Чайник отскок. Отскок вроде... Хотели, но не изменили. У Блэйда Агилу забрали. Что-то еще. Ну, дали, конечно, этот... Иллюзии подешевле за 80, а не за 125, потом 100, потом 80. Но в целом... Хедхантеры сейчас решают. И как бы для разнообразия мы столько с вами смотрели... Блэйдмастер против... Перчи вроде порезали, да? Перчи? Нет, перчи не трогали. Когти порезали. Перчи как были 15, так и остались. Перчатки лучше, чем когти, если просто атаковать. Вот. Ну, когти плюс 5, имеется в виду. Если стоять атаковать, то перчатки лучше. Но это не совсем игровая ситуация. Вот. И начинается. Ауру порезали. Ну, я упоминал те вещи, которые влияют на... На выбор стратегии. На отход от стандарта. Так-то можно много чего рассказать. Блин, варкас сейчас дня, это, конечно, подстава в будний день. А ты не смотри, ты слушай просто. И все, Ашанчик. Просто слушай. Или второй монитор в маленьком окошечке, и все. Или выбери задачи, которые не требуют дикого погружения. Если есть такая. Ну, то есть мелкие, 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 мелкие. Много мелких задач. Хотя я не знаю, какие у тебя сейчас... Какие у тебя задачи. Перестрелки идут. Отомстим за золчаня. Инта. Не только маны, но и плюс урон. И сейчас, видите... Лин, видимо, понял, что лучше открываться с хатхантерами. Варкрафт играл последний раз, когда Тед в СГ взял. В 2010 году. Нифига себе. Я тоже давно не играл. Ну, хотя мы постоянно играем в фафашечку, но в соло я сто лет не играл. Слишком сложно для моих нервов. Я предпочитаю что-нибудь по Лайтове. Например, Икском. О, артефакт подрезает. Вы посмотрите. Это инфи подрезает артефакт. Неуязвимость взял. Огра добил. Гранта потерял. Ой-ой-ой. А как же челлендж? Челлендж. Челлендж. Пока нет никакого челленджа. О, Трики, здравствуй. Слушайте, рискует синий. Он здесь зря сражается. Тут его тупо меньше. Он разменивается. Непонятно зачем, по здоровью. С большим количеством хатхантеров. И, соответственно, потеряет... И в среднем больше урона получает. И на отступлении дополнительный выстрел получает. То есть это... И сейчас снова идет. Ну, он какой-то очень настырный. И крутится, и крутится. Главное, зачем он здесь крутится? Затролля, что ли, вот это вот? О, добил. Красиво с чайником. Но сейчас подставился, как бы... Мне все нормально ушел. Блин, жалко, стрелочками нельзя управлять. А то сейчас опять звук повыше. Хотелось бы просто это самое чай попить. А другой рукой... Поперемещать. Ну, линк эффективнее работает сейчас. Быстрее крепится. Лучше контролит. Я думаю, что это 2-0. Он просто подстроился сейчас по... Ну, по опенингу. Не знаю, исходя из какой логики он решил в первой сыграть стандартно по Т2. Майкл, можно анонс на XCOM в перерыве? Я не знаю точно, какое время я бы его прононсировал. Потому что сегодня у нас вечером планы. И я не знаю, во сколько я вернусь. Могу вернуться в 8, могу вернуться в 9. Могу вернуться даже чуть позже 9. Черт его знает. Ориентируемся на 9. Но я не буду пилить анонс, пока не буду уверен в том, что... А давно у тебя в чате стример Аспирант показан не майкер? Даааа. Не переживай. Я там скрытый, скорее всего. Меня там не видно должно быть вообще. А у Аспиранта есть права. Он везде будет как стример. Потому что у него в данном случае есть права на... На каналы. То есть он может запускать ретрансляции, редактировать описания. Аспирант последний месяц-полтора гораздо активнее начал заниматься и Ютубом. И... Собственно, каналам... Сейчас еще ретрансляции в Яндекс.Дзен идут у нас. Кстати, если кто-то там смотрит... Здрасте. Не знаю, кто вы. Как вы вообще? Что? Зашли бы на ГГ, рассказали. Чего смотрите? Что понятно, что непонятно? Привет передали бы. Мы сразу бы увидели, что у вас белый никнейм. А, чтобы попасть в чат, вон, смотрите, справа есть этот QR-код. Вы берете телефон, считываете и заходите в чатик. Там просто откроется страница с чатом. Там быстро тык-тык, выбрал никнейм, зарегался и написал. И тебе сразу бах и подписка сверху. Надо провести эксперимент реально. Есть ли кто-то из живых людей в Дзене? Потому что там вроде как сотни людей смотрят, а все молчат такие. Типа, видимо, не понимают, что происходит. А происходит прямая трансляция. Вот прямо сейчас, где-то там, в интернете, странные китайцы и корейцы, а также наш товарищ из Украины слэш Белоруссии, играют в Warcraft. Игрушка 2002 года. И мы смотрим на это, комментируем и пытаемся... И пытаемся понять происходящее. Как-то так. Ладно, мы-то все понимаем. Какой же это QR-код? Это QR-бобер. Да, Мика. Была такая шутка уже. Но... Хорошо. Много слов я еще не отошел от шока, что есть на трансляциях в Яндекс.Зен. Они запускают стримы как раз тоже. Сигфаулит активирует преливу 7 месяцев. О, Зигваулит. Спасибо, Сигфолд. Сигфолд. Вот когда человек выбирает такой никнейм, видимо, у него есть какая-то ассоциация с... Ну, то есть есть какой-то изъян. Он о нем знает собственный изъян. Вот. И... Ну, должна быть какая-то... Сигфолд, расскажи историю своего никнейма. Если не сложно. Потому что у меня есть подозрение, что ты как-то провел осознанно или нет параллель с ошибкой одноименной. И решил себя так назвать. Что-то ты в себе не принимаешь. Исследование завершено. Признавайся. Мы все равно не знаем твоего имени точного. Алеш. Ааа. Воу-воу-воу-воу-воу. Так что никто ничего не узнает. Не души, говорят. Подождите. Какой души? Только начали. Только разогреваемся. Хочешь покажу что-то страшное? Ааа. Так. Сэха выходит. Т3. А здесь уже из шкатулки. Хопа. А смотрите, как грамотно лин действует. Он давит. Давит, говорит. Я сейчас тебя... Ууу. Прямо атаковать буду. На беге. Орда победит. А сам при этом под шмок уже поставил базу и собирает. То есть он сейчас сражаться на самом деле не будет. Я просто жду ответа от Сикфолта. Он пишет. Или думает, думает писать ему или не писать. Или пытается в себе разобраться. Уже записывается к психологу. Все ники, которыми я в детстве пользовался, были заняты на ГГ. Пришлось что-нибудь придумать брутальное. Связанное с рабочей деятельностью. Ааа. Он программист. Да, это понятно. Понятно. Все. Спасибо, Сикфолт. А зачем здесь сражался лин? А потому что у него блатласты. Потому что он может пока себе позволить сражаться даже. При том, что у него экспант стоит. Погнали. Таурен врывается. Его пуржа. Стомп. Чайник. Еще стомп. Стомп, куда ты уходишь там? Таурен любит... Вот, вот он стомп отличный. Берсеркеры стреляют. Грейт на атаку есть. Грейт на атаку там тоже есть. Очень плохо здесь контролит инфи. Он бегал там несколькими юнитами за берсерком, которого не убил в результате. И, как мы видим, разваливается кто? Непонятно, кто разваливается. Отступает лин. Потому что, видимо, тоже не понял, кто разваливается. Потому что, опять же, у него есть экспант. Он спокойно возвращается домой. Сейчас быстренько, быстренько, я сказал, к лавке бежит. Замазывается и все. Товарищ с никнеймом Триппер говорит историю своего происхождения, своего ника. Я умолчу. Неплохо. Неплохо. Так, продолжаем. Время работает, соответственно, на. Еще некоторое время лина. Но шкатулку тоже ставит инфи. И прокачивает тоже своего турена. Выпадает амулет энергии. Будет три стомпа. Может, даже четыре. Но сейчас просто должен давить. Убивать одной атакой. Благодаря свитку лечения. Благодаря тому, что лимита 40 на 58. Это следствие как раз работы экспанда. Ай, врывается Таурен. Стомп кривой. Просто на одного Таурена. Оп. Стомп отличный. На пачку юнитов. И сейчас просто инфи отступает. А там есть инвул еще. Ох, инвульчик. Таурен преследует. Стомп. На троих. Самое важное, конечно, это вот, чтобы берсерки расстреляли. И Таурен правильно топал. Это самое главное. И последний, контрольный. Контрольный стомп будет от красного Таурена. Скриньте. Вот здесь вот в куче прям все умрет. Ну, подходи ты, подходи. Вот он. Вот он. Бах. Ну и добивает. Минус Таурен. С телепортом. Но уже неважно, некуда ему телепортироваться. Ге-ге. 2-0 выигрывает Лин. Никто не сомневался. Инфи не играл, не тренировался много месяцев. И Голду не тренировался. И не будет в нем участвовать. Все. Все. Инфи, считайте, уже перешел в разряд стримеров. Да, Дмитрия Костина ему, конечно, еще далеко. Но в целом он просто стример. Не то, что Лин. Сейчас убедимся в том, что действительно это был Лин. Но по исполнению, да, это был Лин. Это был Инфи. 1-1. Они поменялись цветами. Только любящая Арчиха сможет отличить двух орков зеленых друг от друга. Потому что, ну, блин, это нереально. Просто... Что? Как? Как? И Лин недоконтроливал. Просто бегал там сзади. Да, неловко получилось. Блин. Ну, ладно. Бастет, колбастет. Пришел. Кот ко мне. Все. Лин, только стример, да, записали. Бывает. Не, надо было АПМ посмотреть. АПМ не врет. Да, Бастет? Бастет, колбастет. Котет. Давай, давай, заходи, Баста. У нас все равно пауза. Давай, запрыгивай. Дрессированный кот. У меня уже три дрессированных кота. Три кота. Трикотаж. Вот она. Вот она. Мнет уже меня. Мнет. Так, внимательно. Зад. Велюровый. Оп. Все. Раз, положились. Так, ну мы сможем увидеть кота, интересно, или нет? Басточка. Басточка, ну посмотри. Баст. Я так не смогу. Баст. Сюда. Во. Во. Что? Что? Батя? Батя. Вот какое ласковое животное, видите? О, ты какой нос. Нос. А еще потом говорят, что я черных не люблю. Если хорошо выдрессировать, кормить в меру, очень толковые получаются коты. Ждем. Ждем. Этот любящий взгляд, знаете, когда на тебя смотрят и глаза закрывает. Типа, все, я понимаю, одобряю, понимаю. Там стул Абвера был. Не знаю. Не знаю. Расист! 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 Все, и она сейчас может просто 15-20 минут просто бухнуться, урчать и лежать. Инфи без задержки. Вау! Блин, Инфи каждый раз заходит в эту фразу, пишет копипастом. Странно, что не с айфона сейчас. Очень странный человек. Альтернативные идеи в профиле. Альтернативные идеи в профиле. Изменишь. Да ладно, обычно нет никакой проблемы с выяснением. Сейчас главное досмотреть третью игру, по АПМу определить Лина. И все. Инфи поддержал ваш канал на 500 рублей. Спасибо, кстати, MyWife за 500. 500 это, считайте, все. Можно день есть. Весьма неплохо. Гречи, кило. Мультиварочку, бах. Колбаски подрезал. Или курочки пожарил. Я не делал ни того, ни другого уже сто лет. У меня жена все делает вкусно. И все. Борщица наварил. Тоже никогда не делал. Ну, не никогда, а в общаге только. Сейчас, подождите, я заглажу кота и пойдем. Готовы они там, нет? Да, вот они двое. Все. I'll be back. Бастета, только колбастет. Кота обязательно закрепляйте. То есть, если кот к вам пришел, надо обязательно его погладить. Если вы... Ну, чтобы сработало позитивное закрепление. Чтобы он к вам еще в следующий раз пришел, когда вы его позвали. Вот. Только так работает. Иначе зачем звалит? Борщица с сальцем. Мммм. Воп. Так. Оп. Я вам оставлю орочью базу. Бесконечно можно смотреть на три вещи, да? На котов, на огонь и на так, как орки вкалывают. Рича поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, привет Миша. Тогда это котам на воглу, гэгэ, и отличного стрима. ПС землю сегодня спасать будешь. О, Сережа написал. Привет, Миша. Тогда это котам на воглу, гэгэ, и отличного стрима. Землю сегодня спасать будешь. Ориентировочно да, точнее да, ориентировочно в 9 часов вечера. Так, давайте сразу по АПМу. Перейдем к главному. 500 на 400, ребята, собрались. 1 плюс 100. Ну, это в начале перетыки. Короче, красный это лин. Красный это лин. Синий это инфи. Предварительно. Кота закрепил, на руку посмотрел. Сейчас бы адвентистов еще, да. Светоносный привет. Да. Говорю же инфи сверху. Не, не, не. Или вы по стриму смотрите, что инфи сверху. Да ладно. Блин, ну это был бы совсем разрыв шаблонов. Да не может такого быть. По стриму, естественно. Да ладно. А что он кликать-то начал плюс 200 относительно своего обычного? Кто-нибудь успокойте его. 490. Ну у него было 290-300. Какой счет? 1-1. Ладно, то есть инфи наверху. А может изначально? Может изначально? Ааа. Нет, в первой игре мы точно фиксировали 400-300. И лин победил. Поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает. Весь мир. Варкрафт. А люди в ней. Инфи. Окей. Спасибо, Стасек. Он стал так кликать, чтобы ввести в заблуждение. Ну реально, плюс 100 просто АПМ. Как будто его кто-то разбудил, что ли. Или как-то замотивировал дополнительно. Волк дикий, но очень быстро умирает. У него урон сумасшедший за счет во многом бафов. Плюс криты еще есть. Но 750 хп это как у гнола. Командира вот этого, надзирателей точнее. Так, третий форсир на третьего форсира. Т2 доделывается. Обычно реген делают пораньше. Очень хороший апгрейд. Из второго Варкрафта к нам пришел. Между прочим. Может первую картку взял Инфи, а второй Лин? Ну по ликвипедии нет. Почему мы думаем, что... Ну потому что мы видели первую карту. Видели, что победил один. Потом счет изменился на ликвипедии и все. Ну естественно, я уже ничему не доверяю. Потому что когда у человека почти на 200 увеличивается АПМ, это... Это очень странно. Чайник. Минус Хэдхантер. За кого болеть-то? Да пока не важно. Пока не важно. Я больше за Линой переживаю. Ну хотя, если Инфи из инактива 1-1 играет, то он вообще молодец. Короткий ник Ник Лина, другой инфи. Ликвипедия не врет. Тут что-то другое. Ну тут вообще не отображается никнейм. А! Нет, короткий... Вот короткий Лина. Так кто-то сказал, что он инфиевский стрим смотрит и... Инфи... Инфи наверху, он красный. Что? Линк красный. Так значит, это нас товарищ Миз Найс вот это вот... Соврал просто нам откровенно. Дезориентировал. Миз Найс, ну рассказывай, где там у тебя на стриме красные это инфи? Вот да, я тоже глянул стрим, он наверху, но при этом он красный. В смысле, инфи... Значит, инфи красный. Значит, не короткий ник. Люди, Лин и инфи стримят. Откройте, убедитесь. Так, значит, кто не прав? Кто-то точно не прав. Вас Рок не прав. Турин не прав. И Мин Май Вайф. Три человека подряд оказались неправы. А мы возвращаемся к игре. Ага, один тяж, другой флай. Отлично, разобрались. Но я подозревал, что тяж где-то рядом. О, подрезали артефакт. Красиво. Идет борьба за тролля. Олень. Реально олень. 15 хитов. Таурены пытаются прокачаться. Форсиры мешают. Гонят очень хорошо Тауреном. Причем он не купил бутылку себе. А это странно. Можно было бы даже и это самое, и Чаником его попробовать через камень мана убить. В это время Харас минус рабочий. Шаман вышел от того Волка, от Пуржу. Проверил оба стрима, оба синие. Да-да-да. Но цвета-то меняются, понятное дело. Альта нажимаешь, и ты синий. Очень удобно варкать. Нажал пару кнопок, и ты синий уже. Так, продолжается криппинг. Делают они грейды на... Сделали уже грейды на Т3. Волк пытается... Пытается добить. Почему оленье все 15 хп? Он по размерам как пион. Ну пионы там такие. Пионы это будущие гранты. Оп, хороший стомп. Чисто чтобы отстали. Но Лин давит, как вы видите. Лин давит. Кликает он на 100 меньше, чем в прошлый раз. Я не знаю, как это происходит. Просто решил... Один решил, что буду кликать плюс 150. Другой решил, что буду кликать на 100 меньше. Это 3-2-2. Это 3-2-2. Причем оба в теме. Ну все, расходимся. Непредсказуемый матч, хорошие коэффициенты. ГГ. ЧТД. Турена убивают. Не, если серьезно, конечно, они оба тут стараются. Просто я не могу по-другому. Так, короче, в итоге я запутался. Заново. Кто есть кто? Кто взял первую крак? Кто вторую? Первую взял Лин. Вторую взял Инфи. Сейчас у них счет, соответственно, 1-1. Сверху Инфи, который подобрал сейчас и стомпнул. Это он. И сейчас убивают Таурена Лина. Таурена Лина! Какой сплит! Ну или Флай просто сел играть за место. Вы видели, какой сплит был? Это вот просто берешь и на мувик ставишь сразу же. Там не по одному, кроме Таурена, не попало стомп. Жесть. Там разбежались три зоны сразу. Ой, подставляется Таурен. Лечение! Заходит стомп! Хороший на троих. Лин давит. 46 лимита. Направь мой клинок. Направь. Да. Так. Так. Да ладно. А почему у них цвета другие? Эээ. А, сейчас я исправлю. Все, готовы, исправил. Да, у них цвета не меняются, когда ты их переключаешь. Все, нормально. 3-2-2. А, нет, все-таки 3-2-2. Там АПМ был у... У Тяша. Точнее, у Инфи. Характерный. Ну, сейчас уже видно, да, что АПМ все-таки плюс... Вон, 3-2-2. Кто-то все-таки... Это сигнал. Ну, что, сейчас будет отступление и постройка, видимо, базы. Хотя, черт его знает. Ай, бедные хадхантеры. А что ты не стал добивать этого Йети? Ты его стычки бы убил бы. Чуть не отдал. Чуть реально не отдал. Фоги из Беларуси сегодня? Да, а где? Он же... Он же приезжал, типа, на недельку в Украину, но... Но... Или на... Ну, то есть, как бы... И... В на. Ну, это было месяца два назад. То есть, он уже должен быть давным-давно в Беларуси. Опасный криппинг затеял. О-о-о-о, сейчас кому-то достанется. Здесь... Ох! Таурен Хекс. Стомп. Какой урон по Таурену. Отстомпывается второй чайник. Инвул. Маны нет на стомп. Ой, здесь Лин разваливается. Ой-ой-ой-ой-ой. Или нет? Стомп. Такой хаос творится. Еще один стомп. Таурену, Таурену плохо, Таурену плохо. Лечение хотя бы перед смертью стомпнуть. Телепорт передавал, передал телепорт. Он его оббежал полностью, телепорт. Господи, как криво-то все. Форсир пытался. Ну, там бешеное все, понимаете? Ой, минус Таурен. Все равно побеждает, да, Лин? Куда пойдем? Да, нормальный. Можно даже выкупить Таурена по дорожке. Где тут ты выкупишь Таурена по дорожке, дурачок? А нас напали! По дорожке через полкарты надо бежать просто. Для таверны. Убегает Берсерк. Кер. Отстреливают форсира. Вау. Ну, не хочется штурмовать землянку. Тем более, у нас есть база. И мы ждем, когда выйдет наш Таурен. Наш. Родной. Фоги сегодня играет? Я это имел в виду. Странный у тебя был вопрос. Как по вопросу? Фоги из Беларуси сегодня? А, Фоги из Беларуси сегодня, видимо. Ну, зачем тогда из Беларуси уточнять? Вообще непонятно. Это странный вопрос, Гарри Поттер. Как будто есть другой Фоги, не из Беларуси. Или... То есть вопрос подразумевал... Не то играет он или нет. Откуда он играет? Ну, ответ да. Из Беларуси и сегодня. Фокусить Таурена нормально? Ну, зависит от ситуации игровой. То есть, конечно... Конечно, нормально. Короче, сегодня или нет. Так, ну, короче, сегодня. Вообще, в такой... В таком замесе, когда у тебя берсеркеры, тебе почти не важно по кому стрелять. Тебе главное стрелять. Та же самая тема, что и когда там арчи... Арчи с героями. То есть, тебе лучше выбирать ту цель, которая, ну, наиболее удобна, так скажем. Потому что хэдхантеры, что по героям штрафуются в два раза, что по своим же товарищам штрафуются в два раза. Да, у героев больше армора, но они ценнее. Понятно, что лучше, конечно, по шаманов отстрелить, но это не совсем игровая ситуация, потому что шаманы находятся за пределами, ну, досягаемости, как правило. Ну, бывает, конечно, что ты забегаешь удачно и можешь отстрелить. Это правильная тема. Но в большинстве случаев они находятся вне досягаемости. Поэтому, да, фокусить Таурена это хорошо. Даже несмотря на то, что у него... Ну, вот, пожалуйста. Таурен, бедолага, умирает просто. А, ну, это же Таурен. Таурен Тяша, правильно? Правильно. Ну, Тяша и Инфи, они оба играют часто в одной и той же игре против другого человека. Бедный Таурен, без маны, без здоровья. Но, в целом, ситуация очень хорошая. У Красного имеется в виду. Выкупается Таурен из Таверны. Толку от него мало, кроме ауры первой он ничего не дает. Перестрелку явно выигрывает Красненький. И сейчас накопится 90 маны, и можно будет очень хорошо стампануть под занавес. Или Таурена потерять. Таурен с маной. Гонит, гонит, гонит. Экспанд не законтрить. Рабочих убивают. Потихонечку свиток лечения хороший. И Кадой, молодой, красава. А где Грейт на Кадое? Музыку, музыку делает. Вот такой красивый Кадой. Просто плюс 5 урона. Да не надо торопиться. У вас Маргины поехали в поле для... Да, Зигваульт. Зарепортили еще в первую минуту трансляции, прикинь. У нас постоянно что-то выкатывается. Где-то что-то может ломаться. С отступами действительно проблемы в чатике. Приводим. Не переживайте. Уже все ответственные люди в курсе. Таурен врывается. Какой стомп на одного? Что это такое вообще? Что это? Бутылку надо пропить до Хекса. Пропивает бутылку до Хекса. Чайник шикарный. Хороший фронт. И это ГГшечка. Лин все-таки одерживает победу. Хотя... Хотя эта серия заставила нас немножко посомневаться. Ну, типа, кто, где, как... КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.